Если ты любишь играть в мобильные игрушки, успей за 3 секунды поставить лайк. Считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, умничка. Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Лнубик, и мы продолжаем играть в мобильные игры. Сегодня я для вас подготовил 8 мобильных игр, которые похожи на Майнкрафт, и начинаем с игрушки Блокскрафт. Тут у нас с вами уже есть мир, в котором мы начали выживание. Построил я уже себе верстак, сделал тут что-то наподобие небольшой такой вот пещерки, в которую мы с вами поперетащим все наши вещи, и можно будет тут переночевать ночью. Как только наступит ночь, мы с вами сюда вот переедем, и, соответственно, здесь продолжим выживание. Итак, для начала мне также, ребята, надо, помимо верстака, который у меня уже есть, еще надо скрафтить себе печку для того, чтобы сделать факела. Так как без факелов, ребята, тут особо не повыживаешь. Темно будет, неуютно будет, и рано или поздно тут будут спавниться тоже злые мобы. Поэтому мы сейчас с вами по выреку раздобудем пару блоков булыжника. Пока сделаю я себе, возможно, каменные первые инструменты, и также сделаю себе уже печку. Также мы с вами сделаем факела, и вуаля, будем тогда тут себе пока что жить, пока не сделаем полноценный домик, пока не успеем мы его с вами скрафтить себе. Так, короче, давайте собираем вот этот вот последний блок булыжника. Итого у нас уже с вами 14 блоков. Возвращаемся мы с вами наружу. Вот наш верстак. С помощью верстака давайте мы с вами делаем себе печку. Печка у нас уже есть, верстак у нас уже тоже есть. Теперь мы с вами давайте с помощью верстака еще сделаем каменный топор и каменную кирку. Это все самое необходимое, мне тоже, в принципе, пригодится для начала выживания. Теперь разбиваем этот верстак и перетаскиваем его как раз-таки в нашу эту вот пещерочку. С одной стороны у нас, кстати, как нам бы это так поставить? Давайте мы, возможно, с этой стороны сейчас пару блоков еще уберем. Земли, к примеру, да, и можно нам тут будет поставить с вами тогда верстак и печку. Сейчас я, короче, уберу вот эти вот блоки. Сюда я поставлю печку и рядышком тогда поставлю верстак. Я закинем пару вот таких вот бревен и пускай они сейчас у нас тут будут, ребята, переплавляться. Будет у нас тут уголючек создаваться. Хорошо, это позволит нам сделать факела. Ну, а теперь нам нужно будет вот это вот заложить отверстие, чтобы никакие мобы к нам сюда не смогли добраться. Так, теперь мы с вами берем этот вот один уголек и с помощью верстака делаем себе 4 факела первых. Сюда вот 2 факела поставим, чтобы было светло. И также 2 факела давайте мы с вами еще поставим вот тут вот снаружи, чтобы сдалека было видно, что это наш с вами домик. Также давайте еще парочку факела мы с вами сделаем. Этих вот уже 4 факела можно нам будет поставить вот тут вот на территории. Потому что когда у нас наступит ночь, будет темно, и вот эта вот хотя бы территория чуть-чуточку будет освещаться. Мы с вами сможем тогда сдалека ее увидеть, если далеко отойдем, да, и можно будет нам добраться тогда домой. Так, это есть, хорошо. Следующее, что нам нужно делать, это постараться сделать себе, наверное, двери. Двери я пока что не могу... А, нет, почему не могу? Могу сделать. Давайте сейчас мы с вами тогда сделаем двери, поставим уже двери полноценные. Есть они у нас? А, нет, пока я не скрафтил. Где эти дверки? Вот они, скрафтим их тогда еще с вами дверки полноценные. Поставим дверки у нашего входа, и вуаля, выживание у нас начинается, ребята. Есть, в принципе, место, где можно схорониться. В следующий раз попробуем уже собирать ресурсы и начать постройку дома. Следующая игрушка у нас называется Максикрафт. Здесь мы с вами продолжаем выживание. Вот уже есть наша печерка, которую мы ранее отстроили. Сейчас я попытаюсь раздобыть еще пару блоков, и мы с вами эту печерку попробуем чуть-чуточку по-другому переделать. В предыдущий раз мы с вами нашли здоровенную-здоровенную пещеру. В этой вот пещере мы с вами пока что постараемся пожить, пока не насобирали нужное количество ресурсов. И потом, ребята, когда у нас уже будет много ресурсов, начнем постройку нашего домика. Так, ребята, заходим пока в эту печерку, что я вам говорил, которую мы ранее с вами нашли. Здесь вот мы с вами тогда сделаем вот такое вот что-то наподобие проходика. Этот проходик мы с вами пока что просто вот так вот заложим, а потом в дальнейшем, когда нам нужно будет добыть ресурсы, этот проходик мы разберем и сможем те ресурсы добывать. Так, это есть, теперь пока у нас полноценная ночь не наступила, нам нужно с вами будет пару блоков дерева еще добыть, давайте мы с вами это и сделаем, потому что нам как раз таки ребята нужно будет сейчас во-первых дверки сделать деревянные, во-вторых много будет еще нужно сделать нам каменных инструментов, а для того чтобы сделать каменные инструменты нам нужны с вами деревянные ручки. Поэтому сейчас я пару блоков дерева еще раз добуду, пока ночь не наступила Мы с вами эти блоки дерева переработаем на доски С помощью нашего верстака И сделаем, во-первых, себе дверки Где эти наши с вами дверки? Вот, у нас есть уже дверки Давайте мы с вами тогда возьмем эти двери и поставим тут вот в ревходе Чтобы никакие злые мобы на нас не нападали Отлично, двери мы с вами уже сделали Закрываем за собой дверки С этой стороны, значит, никакие мобы на нас не нападут С этой стороны мы с вами уже тоже все закрыли Хорошо Так, теперь давайте мы посмотрим, что у нас вообще есть И что нам с вами можно тут еще сделать Короче, есть у нас возможность сделать каменный меч Каменный топор и каменную кирку Давайте мы с вами для начала сделаем, наверное, себе каменную кирку Сейчас я еще разощу немножечко дровишек Потом мы с вами разощем еще палочки И теперь мы с вами сделаем себе уже каменный топорик и каменный меч Все, все каменные инструменты, которые можно было сделать, я уже сделал Теперь вместо деревянных этих инструментов мы с вами можем пользоваться каменными инструментами И теперь сможем намного быстрее собирать ресурсы И, соответственно, развиваться здесь Также у нас тут есть возможность сделать еще очень много факелов Итого у нас с вами получилось 25 факелов Хорошо, 25 факелочка у меня, ребят, тут уже есть Есть у меня тут каменные инструменты первые Ну, правда, единственное, чего у меня тут нету, это пока что еды Вот мы с вами сейчас пару курочек давайте приговорим И будет у нас уже и еда Вернемся обратно в нашу пещерку Можно будет потом эти вот мясо, этих курочек поставить, чтобы оно жарилось А когда мы с вами проголодаемся, можно будет потом это мясо скушать Вот такое вот, ребята, у нас тут получится выживание Если вам эта игрушка понравилась, хотите, чтобы я и дальше в нее играл и выживал Поставьте мне, пожалуйста, лайк Ну, а эта игра у нас называется Локи Крафт И здесь мы с вами тоже продолжаем выживание В предыдущий раз мы с вами практически возвели уже полноценную стену возле нашей с вами деревни Сегодня мы с вами можем, ребята, либо продолжить возводить стену Либо, к примеру, собирать ресурсы для того, чтобы скрафтить железного голема Здесь я хочу, очень хочу, ребята, скрафтить хотя бы нескольких железных големов Которые бы находились внутри этой деревни и защищали наших местных жителей И также, ребята, еще пару снеговиков нам тоже нужно скрафтить Для того, чтобы они тут тоже ходили и потихонечку уничтожали злых мобов Так, ребят, знаете, что я еще хотел посмотреть? В предыдущий раз мы с вами посадили там пару саженцев тыквы Сейчас я посмотрю, или тыква у нас выросла Нет, тыква пока что еще не выросла Видите, тыква у нас еще растет Нам нужно еще, наверное, подождать немножко, чтобы она полностью созрела И тогда можно было бы ее собрать, и можно было бы этих железных големов Скрафтить столько, сколько хочешь Так как у нас тут, правда, ночь уже наступила Давайте, наверное, зайдем в мой домик, ляжем, поспим А белым днем уже продолжим тогда играть Продолжим собирать ресурсы У меня, кстати, есть уже булыжники 25 блоков, по-моему И что еще? А, нету земли Мне нужна, короче, земля и нужны булыжники для того, чтобы продолжить постройку стены Давайте тогда мы с вами сделаем себе С две лопаты хотя бы каменных Раз, два, отлично, две лопаты у нас есть Значит, берем мы с вами эти две лопаты Выходим наружу Сейчас я добуду тогда еще немножечко блоков земли И мы с вами будем вот тут вот стенку нашу объединять Получается, что здесь вот у нас есть большой бархан земли И я вот эту вот землю как раз-таки отсюда и беру Она мне здесь не нужна Как бы Ну, а блоки земли, которые тут есть Я, в принципе, использую по назначению Сейчас я посмотрю, сколько у нас тут блоков земли мы сможем добыть С помощью этой нашей каменной лопаты О, по-моему, где-то с одной каменной лопатой Мы с вами можем добывать около 100 блоков земли То есть это довольно-таки много Нам с вами еще две лопаты бы разбить, наверное, до конца 200 блоков земли мы бы с вами добыли И этого 100% бы хватило для того, чтобы достроить уже стену Тем более булыжник у нас есть Единственное, чего у нас пока что нету Это как раз-таки вот эти вот блоки земли Это то, что нам пока что нужно Сколько у меня этих блоков? Уже 24 штучки есть Ну ладно, давайте до конца уже добьем, наверное, эту лопату Ну не знаю, ребята, может и не будем до конца добивать Сейчас хотя бы 64 блока земли давайте возьмем И попробуем доделывать еще вот эту вот стенку Которую в предыдущий раз мы еще с вами до конца не сделали Тут много этой земли Видите, ее можно всю, в принципе, убирать Она тут не нужна Вообще не нужна Если мы ее с вами уберем Это будет, наоборот, лучше Из-за того, что будет у нас получше обзор Потому что тут как ни крути А вот эти вот холмики Вот эта вот земля нам с вами немножечко мешает Если мы с вами вот так вот поубираем эти все блоки То, соответственно, будет намного проще Тут нам смотреть вдаль И следить, чтобы никакие монстры на нас не нападали Так, хорошо, ребят, давайте возвращаемся, наверное, назад 57 блоков земли у нас есть И здесь вот мы с вами тогда продолжим постройку нашей стены Раз, два, три, четыре, пять, шесть Отлично, это у нас тут есть уже семь А сверху мы с вами можем вот так вот тогда булыжниками еще заложить А, отлично, это у нас, короче, уже есть готовые ворота Есть у нас уже Теперь здесь вот мы с вами можем проложить еще пару блоков земли Для того, чтобы округлить нашу с вами эту стенку Наверное, ребята, мне еще не хватит земли Для того, чтобы хотя бы в два ряда построить эту стену Нужно будет еще много земли собирать Но это ничего страшного Я думаю, что соберем Вуаля, вот мы с вами соединили уже эту стенку С этой стороны мы с вами поднимем стенку на пару блоков в высоту И все у нас тут будет в ажуре уже Там мы с вами тоже тогда еще пару блоков добавим И здесь вот тоже можно нам будет хотя бы в два блока эту стенку поставить Все у нас тут будет круто Можно тут будет уже начать, в принципе, выживание Тут, конечно же, наша деревня защищена только стеной Я еще планирую тут построить лавовый ров А также, ребята, еще побольше факелов я хочу тут наставить Для того, чтобы нормально тут все осветлялось И никакие злые мобы внутри у нас не спавнились Если тут какие-то мобы заспавнятся снаружи То мы их с вами просто уничтожаем и все И вот сюда вот за стену сможем вернуться И тут за этой стеной сможем схорониться Так, ребята, эта игрушка у нас называется Локи Крафт В следующий раз мы с вами обязательно продолжим тут выживать Если вам понравилась она, поставьте, пожалуйста, лайк Следующая игрушка у нас называется с вами Крафтсман И здесь мы с вами тоже продолжаем выживание Начали постройку нашего с вами домика Есть у меня тут печка, верстак и кроватка Ну и также, конечно, первые инструменты, которые я в предыдущий раз уже раздобыл Так, что нам с вами нужно сегодня сделать? Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Мне нужно будет, наверное, раздобыть сейчас побольше еще блоков булыжника Сделать еще хотя бы пару каменных кирочек Сделать каменный меч, потому что у меня каменного меча нету И продолжить постройку нашего домика Вижу, что тут уже скоро будет, наверное, ребята, ночь Давайте яблоки пособираем, которые тут у нас выпадали с дерева И посмотрим По-моему, где-то вот в этой стороне мы с вами добывали булыжник Да, вот там вот, по-моему, мы с вами добывали булыжник Можно нам будет этот булыжник продолжить добывать Но для начала, наверное, все-таки давайте мы с вами поспим Тут у нас уже ночь будет Если мы с вами будем ночью добывать эти вот блоки булыжника То рано или поздно на нас нападут злые мобы Которые меня и уничтожат А так вот мы с вами просто ложимся на эту кроватку нашу, а спать я могу только ночью, видите, ночь еще не наступила, пока видно солнце, ночь у нас еще вроде как не наступила. Так, давайте тогда мы с вами разочтем немножечко вот так вот палок и также сделаем еще чуть-чуточку вот таких вот палочек, они нам тоже пригодятся для ручек. Еще ночь наступила, да, вот наконец-таки у нас наступила ночь, мы с вами ляжем, поспим и теперь белым днем отправляемся за нашими ресурсами. Не знаю, или получится сегодня сделать полноценный уже наш домик, но хотя бы чуть-чуточку булыжника раздобудем и потом, ребята, с помощью этого булыжника, который раздобудем, сделаем каменные инструменты, это точно. Так, где наша шахта, по-моему, где-то здесь вот мы с вами раздоб... да, вот видите, наша тут шахта уже есть готовая, мы с вами тут можем добывать себе блоки, блоки пока что булыжника, ну и все остальные тоже блоки можно тут добывать, которые будут. Пока у нас тут, правда, не сильно много ресурсов, есть только булыжник, но он нам как раз-таки и нужен для постройки домика. О, ребят, смотрите, что я нашел, я нашел тут древесный уголь, ой, это не древесный, это каменный уголь, и мы с вами потом с помощью этого каменного угля поделаем себе факела, либо будет у нас топливо в печке. Это хорошо, что мы с вами хотя бы уголь нашли. О, я еще и железо нашел, ребят, наконец-таки мы с вами нашли уже блоки железа, первый блок железа у нас найден, даже не один, их тут целых три, все, мы с вами можем теперь делать уже себе железную кирку, железно. Когда мы с вами сделаем себе железную кирку, тогда можно будет нам раздобывать уже и золото, и алмазики, и так далее. Сейчас мы с вами пособираем все, что тут у нас повыпадало. Все вот эти вот уголечки, все блоки собираем. И еще вот эти вот пару блоков тоже железа. Давайте соберем. Раз и два. Все, больше... А, нет, еще один есть блок железа. Отлично. Это прикольный. У нас тут залежи, оказывается, были. А там еще один или нет? Или это не железо уже? Нет, то земля, короче, ребята. То уже не железо, а то земля. Давайте тогда еще раздобудем пару блоков булыжника. И тут вот тоже давайте раздобудим еще вот эти вот блоки каменного угля. Они нам тоже пригодятся. Поэтому пока у нас кирка еще целая, пока она у нас до конца еще не разбилась, собираем все эти ресурсы. Как только она разобьется, нам с вами можно будет возвращаться тогда назад в наш с вами домик. И, соответственно, можно уже нам будет тогда с вами крафтить эти вот каменные инструменты. И можно будет уже нам с вами домик потихонечку возводить. Так, это все, ребята. Все ресурсы, которые смог я, в принципе, собрал. Кирка у меня уже сломалась. Нечем мне теперь добывать эти блоки булыжника. Но благо, что эта кирочка добыла хотя бы 48 блоков булыжника. Сейчас я первонаперво сделаю каменные инструменты, чтобы потом в дальнейшем, когда мы с вами зашли в эту игру, у нас уже были каменные инструменты и мы с вами добывали ресурсы. А все остальные блоки, которые останутся, можно будет продолжить постройку нашего домика. Итак, заходим сюда. Значит, мы с вами давайте сделаем себе две каменные кирки. Сделаем себе два топора. Сделаем себе меч. Сделаем себе лопату. Ну и сделаем себе, к примеру, мотыгу. Все. Каменные инструменты у меня полностью все готовы. Теперь я просто-напросто могу построить еще частично каркасик моего домика. Тут, кстати, сколько блоков? Три блока нужно отойти, да? На три блока. Раз, два, три. Вот это вот у нас получится, типа, первое окошко. Скорее всего. Дальше у нас тут опять пойдут так же самое. Раз, два, три. И тут вот у нас пойдет еще одно тогда окошечко. Вуаля. Вот такой вот у нас, ребята, будет домик. И в этом домике мы с вами будем жить себе, поживать. Пока у нас только всего-то навсего каркасик, то есть первый этаж этого дома готов. Но в дальнейшем, ребята, у нас тут много чего будет сделано. Я думаю, что мы с вами, возможно, в следующий раз уже будем вставлять даже стекла. Пока, конечно, стекла я не вставляю, потому что нету у нас ресурсов. Ну, а в следующий раз добудем еще булыжника, добудем еще песка. И будет у нас уже первый этаж, я надеюсь, готов. Если, ребята, нравится данная игрушка, поставьте мне, пожалуйста, лайк. В следующий раз мы с вами обязательно продолжим выживание. Следующая игра у нас называется Kawaii World. И здесь мы с вами тоже продолжаем выживание в нашем самом защищенном домике. Насколько я помню, мы с вами отправились в шахту. Добыли немножечко блоков железа. И закинули эти блоки железа вроде как переплавляться в нашем с вами домике, да? Давайте сейчас, короче, мы посмотрим. Да, вот у нас тут, видите, 7 слитков железа мы с вами уже добыли. Теперь этих 7 слитков железа мы с вами можем... А у нас тут еще есть 2. Теперь 9 слитков железа мы с вами можем сделать уже 1 железный блок, да? Вот, все отлично, ребята. У нас с вами уже есть 1 железный блок. И теперь нам нужно еще будет 3 вот таких вот железных блока. И железный голем у нас будет готов. Отлично. Ну что же, 51 факел у нас тут с вами есть. Каменная кирка одна есть. Давайте мы с вами тогда сделаем еще одну каменную кирку. И пойдем обратно, ребята, в ту пещерку, с которой мы вывезли И продолжим, наверное, ребята, собирать ресурсы И постараемся найти еще побольше железа Вот эта вот пещера, где мы с вами обитали И где мы с вами собирали вот эти вот блоки железа Так, теперь давайте мы с вами берем факела И тут вот еще побольше факелов пораставляем Для того, чтобы было видно, что у нас вообще тут происходит Есть у нас тут какие-то еще блоки Есть тут у нас какие-то злые мобы, которых нужно будет остерегаться Или тут у нас все нормально И опасаться нам особо нечего Но я думаю, ребята, что так как мы с вами очень далеко в подземелье углубляемся Тут 100% будут злые мобы Вот у нас уже есть что, ребята? Это у нас уже, давайте мы вот так вот сделаем Типа, что это будет вход у нас, да? Таких 3 или даже 4 факела Это будет означать, что это наш вход Если мы где-то с вами заблудимся тут вот в подземелье Можно нам будет найти по дорожке этих 4 факела И выбираться тогда уже наружу Так, вот сюда вот мы с вами выберемся Хорошо Тут я видел каменную, ой, не каменную А я видел здесь уже железную руду Это хорошо Уже пару блоков железной руды мы с вами прям с самого начала нашли Если бы еще 9 блоков нашли железной руды У нас был бы прям полноценный блок железа уже для того, чтобы сделать еще одного голема Сколько у нас тут блоков этого железа мы с вами имеем теперь Теперь у нас их есть 5 штук Теперь мне нужно еще 4 блока И все, ребята, и можно возвращаться уже домой пока что Задача, можно сказать, на сегодня у нас будет выполнена Один блок железа я нашел Вот тут вот у нас еще 2 блока железа Прикольно, ребята, железа тут в принципе хватает В данной пещерке Можем, конечно, еще подальше туда вот пройти Посмотреть, что у нас тут творится Если у нас тут какие-то злые мобы Пока, ребята, никаких злых мобов я не вижу Но мы с вами обратно нашли железо, ребята, это просто круто Как же нам с вами повезло Еще 3 блока железа Это означает, ребята, что мы с вами переплавим вот эти вот блоки железа Вернее, блоки железной руды Ого А там у нас, ребята, получается типа гранит, да? Ой, гравий Короче, одного уже железного голема мы с вами железно себе делаем Теперь нам нужно просто добыть вот этих вот еще пару блоков железной руды Можно будет вернуться в нашу пещерку и поставить, чтобы они у нас переплавлялись А потом, ребята, уже в следующий раз, когда будем играть Вернемся сюда же И постараемся уже побольше обследовать эту пещерку Можно нам будет еще один блок убрать этот? О, отлично, еще один блок мы с вами тогда убираем И тут вот у нас еще один блок железа можно собрать Собираем и вуаля, возвращаемся Сколько у нас теперь уже этих блоков будет? Теперь у нас с вами их есть уже аж 12 штук Этого более чем хватит Тут у нас, правда, еще, смотрите, каменные Вот такие вот залежи есть, каменные блоки Можно будет нам факелов побольше сделать Это тоже мы с вами забираем Да и, в принципе, как топливо, вот эти вот каменные уголь тоже очень хорош Мы с вами в дальнейшем за этот каменный уголь сможем себе переплавлять Все, что захотим и сможем себе жарить нашу еду Так, возвращаемся назад Вот наша с вами дорожка к домику Вернемся к себе в домик А вот у нас тут еще два блока, оказывается, железа есть Ребятки, тут просто очень много есть ресурсов Но нужно эту пещерку полностью обследовать И полностью постараться поразбивать все вот эти вот блоки, которые тут будут Смотрите, сколько тут у нас этих вот железных блоков-то, а Я думаю, что мы с вами, если еще один разочек вернемся сюда в пещеру То уже железно сможем себе сделать голема Который будет нас с вами защищать И нас с вами охранять от злых монстров Так, поднимаемся мы сюда Сюда вот поднимаемся Где наш с вами выход А выход нас, по-моему, вот сюда идет, да? Да, вот у нас выход идет в эту сторону Вот у нас тут еще и зомбак, ребята На нас сейчас еще и зомбак напал Тут, кстати, в этой игрушке одни единственные зомби Это такие же самые монстры, как и все остальные зомби в других играх А все остальные мобы у нас отличаются по текстуре Так, возвращаемся в наш супер защищенный домик И закидываем вот эти вот блоки железной руды Чтобы они у нас переплавлялись Сюда мы с вами давайте их закинем 22 блока Все, они, ребятки, короче, переплавляются Ну, а мы с вами ложимся спать Если нравится данная игрушка Поставьте, пожалуйста, лайк В следующий раз я продолжу тут выживать Это у нас с вами уже будет мультикрафт И тоже мы продолжаем тут выживание Мы с вами, насколько я помню Заготавливали ресурсы для того, чтобы сделать себе уже кроватку Видите, два блока шерсти есть И три ниточки шерстяных тоже есть Мне нужно еще уничтожить одного паука Если мы с вами это сделаем То все, ребята, у нас с вами уже будет Так, то у нас с вами уже будет кроватка Ребят, паука нам с вами не можно Не надо даже трогать Мы с вами сейчас вот эту вот еще одну барашку приговорим И еще один блок шерсти у нас будет Отлично Теперь у нас есть с вами довольно-таки большое количество шерсти Мы с вами можем себе сделать С блоков шерсти кроватку А с ниточек шерстяных уже сделать даже удочку можем себе Так, давайте возвращаемся в наш с вами домик Кстати, у нас тут есть деревянные блоки Да, деревянных блоков у нас тут хватает Возвращаемся в наш домик Но это наша пещерка, а не домик Который я построил для того, чтобы можно было схорониться тут ночью Возвращаемся в эту пещерку С помощью верстака делаем, конечно же, нашу кроватку Итак, у нас тут один-два, третий блок И тут вот у нас раз-два-три Все, ребята, у нас с вами кроватка готова Теперь мы с вами можем просто-напросто вот так вот поставить кроватку Где-нибудь Ну вот, к примеру, вот тут вот давайте мы с вами кроватку поставим И ложимся спать Как только у нас наступит утро Мы с вами соберем эту кроватку Соберем уже верстак Соберем уже печку И переедем наверх Можно теперь нам уже, в принципе, собирать ресурсы Строить наш непосредственно домик Наверху там И в том домике уже будем выживать Тут наша пещерка, в принципе, сделала свое дело И мы с вами, можно сказать, что пережили первую ночь Видите, тут у нас уже наступила утречка Это хорошо Теперь давайте подумаем, где будем ставить домик Я думаю, что где-то здесь мы его с вами, наверное, и поставим над пропастью Тут у нас будет водичка Можно будет рыбачить Ну а с этой стороны у нас лес будет Также тут у нас шахта Типа что-то наподобие шахты будет и так далее Так что домик ставим где-то здесь Изначально давайте мы с вами поставим нашу кроватку Также мы ставим с вами сюда верстак И ставим мы с вами, ребята, тогда сюда печку Чтобы тоже можно было крафтить вещи И чтобы тоже можно было переплавлять все, что захотим Все, ребята, вокруг вот этих вот инструментов Вокруг этих вот вещей мы и поставим с вами домик Из чего домик будем делать? Я думаю, что лучше всего нам сделать деревянный домик Тем более, что деревьев тут очень-очень много Сейчас я, короче, беру вот эти вот блоки Раз добудем мы с вами сейчас Ой, а что, я не взял все, что ли? Давайте мы тут вот все пять блоков поставим И теперь раздобудем все вот эти вот доски Теперь у нас с вами есть 34 доски Все, за эти вот 34 доски мы с вами будем строить себе дом Ну и думаю, где-то так вот мы его, наверное, поставим Раз, два, три, четыре Тут у нас будет пять тогда Тут возле стенки Ой, возле кроватки у нас будет стенка Ну и здесь, в принципе, можно, наверное, еще вот так вот на один блок добавить И будет у нас вот такой вот, в принципе, каркасик у домика Да, я думаю, что будет прикольно Пока мы с вами сделаем первый, только, наверное, проложим первый блок Потому что не хватит ресурсов для полностью полноценной постройки домика И куда у нас с вами двери будут выходить? Ну, я думаю, что где-то вот к этой вот шахте пускай они и выходят Или, наоборот, в лес Можно и туда, и туда, в принципе, поставить, наверное, двери Давайте мы и тут, в принципе, оставим с вами проходик небольшой Да, и с этой стороны тоже можно будет нам выходить тогда Еще один блок, тогда давайте вот сюда поставим Тут у нас будет тогда еще пару блоков И вуаля, вот у нас тут будет одна дверка Тут у нас будет вторая дверка Хотя, в принципе, для чего нам две дверки Давайте вот так вот одну сделаем дверку Вот сюда вот мы с вами будем выходить А все остальное, вот так вот положим блоки деревянные И, соответственно, потом, ребята, мы с вами сможем Здесь поставить стекла большие Чтобы можно было нам нормально видеть все И будет у нас тут полноценный домик Я даже думаю, ребята, что, в принципе Хотя нет, давайте мы, наверное, с вами не будем Аж такие прям здоровенные окна ставить Я думаю, что вот таких вот окон нам вполне хватит Или все-таки поставить еще повыше, ребят, как вы думаете Давайте я сейчас, наверное, все-таки уберу вот этих вот пару блоков дерева И мы с вами попробуем еще на один блок поднять крышу Если получится, то потом посмотрим, какая у нас это будет крыша Так, и вот сюда вот мы ставим еще один блок И тут вот у нас тогда пойдут здоровенные такие вот стекла Ну, не знаю, ребята, возможно, даже так получше будет Потому что мы тогда с вами в эти стекла будем видеть абсолютно все Если где-то какие-то мобы злые будут спавниться Мы с вами через эти вот стекла их увидим Можно нам будет так вот поставить еще перегородку, к примеру, здесь, да У нас получится вот таких вот два здоровенных окна Либо можно, в принципе, вот такое здоровенное одно окно сделать Сейчас, короче, наверное, давайте мы заберем вот этот вот еще блок дерева И заценим, какой он у нас вообще будет, если мы с вами поставим два окна Так, ставим вот сюда мы с вами еще один блок И вуаля, у нас получается, у нас получается Довольно-таки симпотно у нас все получается Да, давайте мы с вами здесь поставим два окна В эту сторону у нас будет два окна А вот сюда и туда у нас будет по одному окну. Вот такой у нас будет домик. Если, ребята, данная игрушка нравится, хотите, чтобы я продолжил выживание, ставьте лайк. Следующая игрушка у нас с вами будет Мегакрафт. Это самая неудачная игра по Майнкрафте, когда-либо мною скачанная. Здесь я еще ни разу нормально не выживал. Если, ребята, на нас не нападают какие-то злые огры, нападают драконы. Если нападают драконы, нападают ведьмы. Если не нападают ведьмы, то просто даже черепаха нас может уничтожить. Тут меня уже и крысы уничтожали, и черепахи, и пчелы. Так что выживать тут довольно-таки сложно. Единственная, конечно, возможность нам здесь выживать, это просто найти подходящую местность, где бы нас никто не уничтожил. Поэтому для начала давайте мы с вами раздобудем пару блоков дерева. Потом с помощью вот этих вот блоков дерева, если мы найдем такую местность, где на нас никто не будет нападать, мы построим что-то наподобие первого домика. И в этом домике, ну, надеюсь, переживем первую ночь. А если переживем первую ночь, то и дальше у нас все будет нормально. Здесь самое основное, это нужно пережить первую ночь. Если первую ночь пережил, то можно сказать, что ты здесь будешь в целости и в сохранности. Так, это что у нас такое? Это здоровенная шахта. Можно, в принципе, было с этой шахты добывать неплохо ресурсов различных. Может, мы с вами здесь где-то и поселимся. Короче, ребятки, смотрите, здесь у нас есть шахта, будем добывать ресурсы. Здесь везде у нас есть лес, где мы с вами сможем добывать дерево. Единственное, чего у меня пока что нету, это домика, где можно схорониться. Вот у нас здоровенная крыса, ребята, нет, нам нужно будет с вами сваливать, потому что вот эти вот здоровенные крысы, они по-любому на нас нападут. Значит, эта местность не подойдет для нашего выживания. Куда же нам с вами тогда пойти? Куда нам с вами податься, чтобы найти нормальное место, чтобы там выжить? Давайте мы с вами переплывем на ту сторону. И сейчас, ребята, постараемся в шахту, вон ту, которая с той стороны, зайти и заценить эту шахту. Посмотрим, какая она у нас там получится. Так, мы с вами сможем выбраться или же не сможем? Это у нас песок вроде, да? А это у нас песок, отлично. Перебрались на эту сторону, и вроде вот тут вот как бы можно будет нам выживать, насколько я понимаю. Да, немножко неудобно. Обратно у нас типа что-то наподобие пропасти. И вот мы с вами добрались до какого-то укрытия. Ну что, ребятки, я думаю, что здесь можно начать выживание. Если даже какие-то мобы будут на нас нападать, мы с вами вот здесь вот сможем защититься. Можно будет построить что-то наподобие пещерки. Ну и теперь также, ребята, мы сможем вот тут вот в шахте добывать ресурсы. Вон там вот я вижу уже у нас есть каменный уголь, можно факела будет сделать. Ладненько, давайте здесь тогда и начнем выживание. А вот и тут вот у нас есть уже уголь. Короче, самое основное, нам нужно сейчас с вами сделать это верстак. Кстати, все вот эти вот блоки, которые мы сейчас разошьем, их нужно расшивать по одному, потому что они у нас не делятся. Сейчас я сделаю тогда верстак. А, верстак мне тут, в принципе, не нужен. Ну хотя ладно, давайте мы с вами сделаем верстак на всякий крайний случай. И теперь еще побольше палочек раздобудем себе. Отлично, палочки у нас есть. Это у нас будут ручки. Значит, я сейчас уже сделаю себе деревянную топорик. Сделаю я себе деревянную кирку. Ну и, в принципе, все остальное мы с вами будем уже делать, наверное, из камня. Ну что, ребятки, вот такое вот прикольное у нас, я надеюсь, будет выживание. Значит, мы с вами должны взять деревянные, где эти наши инструменты? Сюда вот мы с вами, давайте тогда перетащим деревянную кирку, деревянный топор и верстак. Верстак мы, в принципе, где-то здесь вот тогда давайте поставим, чтобы крафтить различные вещи. Ну вот тут вот у нас будет, в принципе, верстак. Мы его тут с вами поставим. Теперь берем мы с вами кирку, добудем мы с вами пару блоков булыжника, а также добудем вот этот вот, ребята, еще уголек для того, чтобы можно было сделать пару факелов. Сейчас я, короче, уже сделаю тогда пару факелов. Поставим мы с вами эти факела возле нашего будущего домика, возле этой вот пещерки. И все, ребята, тогда можно будет только добывать булыжник и делать себе хотя бы первое вот такое вот жилище, первую пещерку, где мы пока с вами сможем схорониться. Так, сюда мы с вами закидываем тогда палочки и уголечек. И у нас с вами получается факела. Факела мы поставим, во-первых, тут вот. Давайте один поставим факел. Где-то здесь вот мы с вами поставим еще один факел хотя бы. И тут вот на территории тоже поставим хотя бы по одному факелу. Тут вот где-то один. Быстрее, надо ближе подойти. Так, вот один факел. И где-то вот с той стороны тоже мы поставим по факелу. Если, ребята, нравится данная игрушка, поставьте, пожалуйста, лайк. Мы в следующий раз с вами продолжим выживание. Ну, а сегодня, ребята, мы с вами поиграли в 8 прикольных мобильных игр, которые похожи на Майнкрафт. Проголосуйте в комментариях и напишите название игры, которая понравилась вам больше всего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был Алнубик. Всем удачи, ребята. Всем пока.